Простейшие объекты. Для случая плоскости простейшие объекты это точка, отрезок и треугольник. Соответственно, для пространства это будут точка, отрезок, треугольник и цепрайдер. Отрезок будет менять треугольник. Треугольник у меня будет тоже самый простой. Давайте я здесь даже впишу координаты, проще не бывает. И для этих объектов я буду рассматривать некоторые функции. Только, господа, что значит рассматривать функции для этих объектов? И вообще, какие функции мне интересны? Посмотрите, пожалуйста, на это все. Мне в том смысле мы должны все-таки его копировать. Здесь принципиальная штука была разрезание по такой линии. Ой, я же здесь шаг индукции сделал, а я, собственно, саму индукцию до конца вам не даю. Потому что разрезаем, разрежем все на случай треугольника. Вопрос, а как доказывать для треугольника? Давайте я уже строго завершу это показательство. Ребята, все очень просто. Чтобы доказать для треугольника, достаточно заметить такую штуку. Когда у вас есть любой треугольник с целым горшиной, то вы можете сделать так, скажем так, ближе. Вы можете провести ограничивающие слева-справа прямые, и прямые ограничивающие сверху и снизу. И получится, что треугольник на самом деле является частью прямоугольника. После этого вы, как хороший скульптор, вот у вас есть прямоугольник, вы говорите, что я разберусь отдельно с этим треугольником, с этим, с этим. Докажу, что для них верна формула Пика, а после этого применю вот этот прием. Вот если для всего прямоугольника она верна, кстати, давайте проверим, для прямоугольника верна формула Пика или нет. Поскольку прямоугольник делается из единичных клеточек вверху, достаточно проверить для одной единичной клеточки. У единичной клеточки S – это единица, I – это 0, B – это 4, единица – это есть 0 плюс 4 пополам и минус 1. И вот, ну вот из единичных клеточек складывается любой прямоугольник, а дальше внимание, когда вы прямоугольник режете в диагонали, то у вас получаются конкурентные треугольники. Поэтому либо для обоих формула Пика дает меньше, чем надо, либо для обоих дает ровно надо, сколько надо, либо больше, чем надо для обоих. Но тогда, когда вы складываете, как здесь все объяснено, то если больше, чем надо, то вы получаете ошибку для прямоугольника, а если меньше, чем надо, то меньше, чем надо для прямоугольника. Значит, на самом деле будет ровно. Ну и все получается для любого треугольника, а из треугольника все здорово. Так вот, что было принципиально важным в этом способе? Вот этот момент, когда вы фигуру зарезали на треугольник. Давайте, поскольку эта цель для меня сегодня абсолютно важна, я запишу эту форму, вот, что называется, отдельно. Так, вы, пожалуйста, переведите камеру. Если у вас есть какая-то фигура, давайте ее обозначим М1, и есть другая фигура, причем пересечение, это либо отрезка, либо точка, то в таком случае должна быть верна формула включения-исключения. Надеюсь, все данные формулы понимают, да? Если вам дали две фигуры, то надо же пересчитать для одной, для другой и минус пересчитания. Давайте любую функцию, которая удовлетворяет такой формуле, будем называть ответственность. Это, это сложение. А-ДИ-ТИ-НОСТЬ. Вот. Но, на самом деле, мне не хватит ответственности. Мне еще нужно не менее важное свойство, которое звучит вот так. Если у вас есть плоскость, и вы, скажем, сделали параллельный минус, или вы сделали симметрию относительно осевсцис, или относительно осевсцис, или вы сделали симметрию относительно прямой и микровной плюс, да? Если ты с первой третьей капельной. То, на самом деле, ничего не должно меняться. Потому что целое то, что при этом переходит в целое, площадь при этом не меняется, значит, при таких преобразованиях координат у нас мышебуды должны меняться. Так вот, эта функция должна выдерживать руки при образовании координат. Давайте я выпишу наиболее важные, наиболее простые из них. На самом деле, все остальные можно из них получить или дать последовательную алгоритму. Значит, итак, прибавляем 1 в абсциссисе. То есть, длить на единицу вдоль сербсисе. Или меняем знак у одной из, например, у абсциссис. Или переставляем координаты. Из-за того, что это можно делать несколько раз, можно сдвигать вдоль оси ординат, и можно знак менять, пожалуйста. И еще одно очень важное преобразование. Называется перепоз. Когда вы, не меняя ординату, прибавляете ее к абсциссисе. Вот перепоз – это наименее понятное из вот этих четырех преобразований. Давайте я его как-нибудь нарисую. Представьте себе единичный квадратик. Вот эта вот точка с координатами 0, 0. Эта точка с координатами 1, 0. Вот эта вот 0, 1. И это 1, 1. Господа, посмотрите, что с ним произойдет. Его основание останется на месте. А вот этот верхний отрезок сдвинется на единицу вправо. То есть получится вот такой вот предлагаемый. Площадь от этого не единица. Но прямикоз – это преобразование, которое ось ординат в прямую и у равной исти. Так, сдвигается. То есть каждая точка сдвигается на такое расстояние, на каком она была. Понятно, да? Соответственно, ось ординат остается на месте, а здесь, наоборот, происходит сдвиг влево. В общем, это преобразование метки. Все целые точки переводят в целые. Вне целые – вне целые. Площадь сохраняет. Так вот, я сегодня буду изучать инвариантные, точнее, держащие все преобразования и многократное применение их, и аддитивные функции. Оказывается количество целых точек в фигуре – аддитивное и аддитивное и аддитивное и аддитивное. Оказывается, площадь – аддитивное и аддитивное и аддитивное. Давайте я сейчас придумаю еще несколько таких лечит, и мы исследуем их свойства, соответственно, таким образом выведем формулу ПИК. Ребята, цель у меня такая – сначала потренироваться в плоском случае. После этого мы довольно быстро сделаем то же самое в пространстве. То есть, как ни странно, окажется, что в пространстве все то же самое, но при этом получим действительно очень красивый межимет. Отлично. Итак, что же бывает? Какая-то бывает такая функция, которая просто на всех этих объектах равна единице. Константы. Функция, которая вообще не смотрит на то, какой ей дали объект, она просто всегда равна единице. Почему она удовлетворяет свойству аддитивности? Потому что 1 плюс 1 минус 1 – это 1. Почему и вариантности? Потому что она вообще на объект не смотрит, поэтому, что с ним не делал и все равно. Следующая величина, которая нас интересна, это число n. n – это первая буква, снова нам, число. Количество целых, то есть с целыми координатами точек. Количество целых точек расположено внутри, на границе или вершине. Неважно. Так, смотрим, здесь у меня будет 1, есть 2, есть 1. А вот дальше будет очень неважно. Ну, то есть площадь, конечно, есть, я ее, конечно, не пишу, но кроме вот этих вот очевидных величин n и s, то эта площадь – это 0, 0 и 1 вторая. Кроме них будет еще n второе, n третье и вообще для любого числа k будет nk. Что это такое? Мы берем и делаем гомогреттию с коэффициентом 2, 3 или вообще с любым коэффициентом k. То есть, что вы говорите, точка с координатами x, y переходит в точку k, x, k, y. Все размеры фигуры увеличиваются в k. Площадь при этом, разумеется, увеличивается в k квадратов. Объем увеличивается в k квадратов. Ну, объема у нас еще нет. Так вот, что такое гомогреттия для точек? С точки ничего не произошло. Поэтому здесь все как всегда. Для отрезков это интересно. Отрезок из единичного превратился в отрезок длины 2, поэтому точек стало 3. Соответственно, в отрезок длины 3 точек стало 4, и в отрезок длины k точек стало k просто 1. Это понятно. Для треугольника, для треугольника, когда мы его раздули в 2 раза, смотрите, что произошло. У него сторона стала равна 1, значит, количество точек это 6. Вот. Раздули его в 3 раза, добавились еще 4 точки, так что стало 10. Соответственно, для k будет такой ответ. k плюс 1 умножить на k плюс 2 пополам. Давайте объясню почему. Потому что когда вы в k разделы, у вас получился треугольник со стороной k. Ну, замечательно. Если у вас треугольник со стороной k, то тогда вот здесь одна точка, дальше две точки, три точки и так далее, вплоть до k плюс одной точки. И, значит, нужно найти сумму алиментической прогрессии. 1 плюс 2 плюс 3 и так далее, плюс k плюс k плюс 1. Ну, а помните, там, написать треугольник по порядку, сложить получится везде k плюс 2, k плюс 1 число, и пополам, потому что у меня 2 раза писали. Замечательно. Вот я выписал вам величины, которых не было в формуле пика. В формуле пика была, на самом деле, другая величина. Там была величина i, и была величина b. Ну, на самом деле, величины i и b связаны очень просто. А именно, число n – это b плюс. Поэтому, на самом деле, не так уж важно, если, скажем, рассматривать их в обе, это не так уж важно, i плюс b. Что такое b в нашем случае? Потому что, если у нас будет формула kb, и у нас есть формула культика, если мы таким формула культика, то тогда не включать. Итак. Что такое b? Вот очень важная вещь. Я не могу сейчас сказать, что B-точки это бензин. Потому что у меня функция B должна выдерживать вот то правило. Помните правило? Поэтому я должен сейчас понять, что такое B. То есть интуитивный смысл для многоугольника это количество точек на границе. А вот как эту функцию с многоугольников перенести на отрезки и на точки? Если мы сейчас это сделаем, то тогда мы сможем это сделать. Ну давайте, B от треугольника, это просто-напросто мы можем понять. А вот как найти B от отрезков? Лучше никто. Давайте сразу от какого-то отрезка. Александр Васильевич, а почему B это точки на границе? Точки на границе многоугольника. Смотри, у меня функция определена на следующих объектах. На точки, на отрезки и на многоугольниках. Так вот, я знаю, что равно B на многоугольниках. Это количество, количество точек. А почему там не ноль, а три? Мельчество, что три? Да. Понимаете, что B? Так, B от треугольника, это, конечно, три. Теперь вопрос, как найти B от отрезка? Ну давайте представим себе, что у меня есть некий отрезок, какой-то там длинный, да? Ну, например, это 4. Я делаю уже после. Я беру вверх и вниз по отрезку и дальше говорю, что функция B от всей вот этой большой фигуры, это 4. Вот верхнего, раз, два, три, это 6, а нижний вот столько же. Вопрос. Сколько надо вычесть, чтобы 6 на 6 не было что-то, а у меня у нас 4? 7. Да? 8. 8. Отлично. Ну давайте соображаем, что будет, если здесь будет отрезок любой длинный, так, скажем, если будет отрезок длинный, тогда по-прежнему здесь будет 4. И там у нас будет L плюс 2. Понятно почему, да? Потому что я не писал одна точка в отрезке, еще одна. L плюс 2 плюс L плюс 2. Ну и теперь вопрос, сколько надо вычесть, чтобы все было хорошо понятно, что мы читаем 2 и 2. Таким образом мы получаем для любого отрезка функция B, отлично, отлично, значит здесь получается функция B равна 0. Теперь для точек. Ну это очень легко. Нужно взять отрезок длины 2, функция B равна 1 и 4. И сказать, что это будет функция от этого отрезка, это будет 2, плюс 2 и минус функция от одной точки. То есть 0. Получается здесь числа 3. Получается прямо на прибору, потому что это количество других границ. А числа 0 и 2 получены в результате вычислений по оформлению включения и включения. Хорошо. Хорошо. Вот сейчас наступает на самом деле главный момент для этой лекции. Кушниренко понял, что ничего, кроме того, что сейчас написано на доске, для размышлений о функции типа B, о оформлении типа B, на самом деле вообще не нужно. Потому что любую, сколько угодно с нужным треугольник можно разрезать и при помощи его слова включения включения и проследить на треугольник. А любой треугольник при помощи этих параллельных переносов, отражений, перекосов можно привести к виду вот такого маленького треугольника. А значит, на самом деле любая аддитивная и миллиардная функция задаётся своими значениями вот на этих трёхных векторах. Ребята, в математике это называется трёхмерное векторное пространство. Все функции, как бы хитро они ни были устроены, это на самом деле некоторые три, знаете, некоторые три числа. И вот, что дальше вообще надо действовать так, как всегда. Валгебы действуют, когда у вас есть трёхмерное пространство. То есть просто вести в нём вот этот варь. И на самом деле не так важно, в какой мы ведём в нём варь. И вот, что нужно делать. И вот ... Продолжение следует...